Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас мукбанг, селедка, картошка, мои любимые брокколи, болгарский перчик. Это какие-то листья салата мамского. Вкусно! Йогурт. В общем, наконец-то за последние 4 дня я буду снимать для вас мукбанг. Честно, не до мукбанга было. Не было желания абсолютно снимать мукбанг. Из-за всей этой ситуации говорить про войну ничего я не буду. Своё мнение я уже высказала. Мусолить это всё я не хочу. Просто единственное, что хочется сказать, сегодня утром проснулась и вижу, что рубль упал. И упал прям так жёстко. Один доллар теперь стоит 110 рублей. Вы знаете, в таких ситуациях всегда мы в числе проигравших. Вот всегда. Я вчера посмотрела канал Дождь. И до этого тоже. Я папе говорю, что поменяю все свои деньги на доллары. А папа у нас такой патриот. Он говорит, ничего не будет, всё будет нормально. Не беспокойся. На канале Дождь, там прям в цвет говорили, завтра ждите курс доллара 10 рублей. Я почитала комментарии, там некоторые писали, ой, да ладно, не паникуйте. И все дела. Я склонна верить этому каналу. Я позвонила папе, я говорю, поменяй деньги. На доллары. Папа не поменял. И как вы думаете, вот пожизненно у нас так. Вечно доллар растёт. А мы с этого не выигрываем ничего. Если бы вчера просто или позавчера поменять, я уже папе три дня об этом говорю. Папа говорит, не парься. Сначала подскочил, доллар 85 стал. Вот. Сейчас уже его и не поменяешь, мне кажется, уже. Если даже менять, будут менять дорого. С одной стороны, для нас это хорошо. В том плане, что когда мы папе, например, будем отправлять денежку, то курс очень крутой. Но а смысл-то от этого, когда там всё дорожает? Бессмысленно как-то получается. У нас всё стабильно, но я всё равно все свои сбережения держу в долларах. Хотя это невыгодно, по идее. Потому что у меня в банке лежат депозиты. И на доллар дают минимальный процент. И это не очень выгодно. Но несмотря на это, я всё равно предпочитаю держать деньги в долларах. Короче, вот такая вот тема. Мне вчера было грустно, нечего делать. Я решила сделать очередной заказ Шейн. Заказала кучу просто всего. На весну. Даже не на весну, уже что-то на летом. Ещё знаете, что делаю я всегда? Например, я что-то купила, я оставляю отзыв, и там получаю бонусы. Если вы тоже купили что-то на Шейн, не поленитесь, оставьте отзыв. И потом на эти бонусы можно что-то купить. Немало дают там. Ммм, вкуснотища. Скумбрия. Я раньше рыбку не любила, сейчас просто обожаю. Короче, заказала вещи. Ещё меня спрашивали, почему нету доставки в Азербайджан, как ты доставляешь. У нас здесь нету. Дело в том, что вам нужно скачать приложение. Когда вы скачаете приложение, там уже автоматически появляется Азербайджан. Бесплатная доставка прямо до дома. Абсолютно бесплатно. Никому ничего не платите. Потому что я однажды спросила, говорю, а доставка платная до дома? Они мне сказали, ну, бесплатная, но вы можете пару монат так чисто дать. И уже было неудобно не давать. Я дала, но по сути, это их работа, они за это получают деньги. И вот в конечном итоге всё равно за это всё платим мы. Потому что, когда мы покупаем какую-то вещь, у неё уже включена стоимость доставки. это просто такой маркетинг-выход. Бесплатная доставка. Но всё равно мне гораздо удобнее что-то выбирать, заказывать, лёжа на кровати. Я, например, когда с мамой хожу по магазинам, во-первых, я очень сильно устаю, во-вторых, я очень много времени теряю на это всё. И в конце так и не нахожу то, что я хочу. ещё не знаю, насколько это правда. На самом деле, мне хочется делиться дезинформацией. Но у нас там на сайтах написано, что будут снимать монетизацию с Твича, а затем у русских блогеров будут снимать монетизацию на Ютьюбе. То есть блогеры, которые зарегистрированы в России. Они могут продолжить снимать видео, но никакой монетизации у них не будет. У нас на сайтах так написано. Не знаю, правда, неправда. Но такая информация имеет место быть. Смотришь на всё это и прям кажется, знаете, как будто конец света. Всё вот так вот перемешивается. в чём виноваты неповинные люди. Понятно. Некоторые там смеются. Вот Инстаграм закроют, как хорошо все блогеры, халявщики пойдут на работу. Так и пишут. Некоторые люди, чтобы раскрутить свою страницу в Инстаграм, тратят огромные деньги. Даже это экс-участница Дома 2 Иры Пинчук. Сколько раз я видела, как она в пабликах покупает рекламу. Там типа начало ролика, а конец посмотрите на странице Пинчук. Вы думаете, эти паблики, они бесплатные делают рекламу? Нет, конечно. Все зарабатывают копеечку с этого. Вот такой вот йогурт здесь. Любой род деятельности, чем бы ты ни занимался, многим со стороны кажется это фигней, что это все легко, зачем это надо, да? То же самое мой бумажный канал, до сих пор все. Фигня. Ничего, что мое каждое видео набирает по 100 тысяч просмотров. Такая маленькая ложка. Вчера у меня у парня был день рождения. Я не знала, что подарить. Думаю, думаю, что же можно такое интересное. И в конце, как вы думаете, что я купила? Я купила его любимый аромат, который мне тоже очень нравится. Пако Рубана Инвиктус. Мне этот аромат очень нравится. Я решила подарить его. Пусть будет в коллекции еще один аромат. Еще заметила, что мужчине что-то выбирать безумно сложно. Нам, девочкам, можно подарить мягкую игрушку. Можно подарить цветы. Парфюм, уход, золото. Много чего можно подарить. А мужчине фиг знает, что дарить. В одежде мой очень капризный. Я ему дарила два раза рубашки, и он их не носит. Ни разу на нем не видела. вообще на мой взгляд самый лучший подарок мужчине это деньги. Может быть, я не права. Просто я считаю, что для мужчины самый отличный подарок деньги. Пусть сам сходит, выберет то, что он хочет. Но дело в том, что мой парень не берет деньги. Я даже один раз на его карточку кидала деньги, а он мне вытаскивал эти деньги, приносил и отдавал. Прикиньте. Он в этом плане очень, типа, гордый, ничего не надо. Но инвиктус я у него в машине видела, поэтому уверена, что ему понравится. У него в бутылечке совсем чуть-чуть оставалось. Я даже спросила, я говорю, ты действительно любишь этот аромат? Еще давно до дня рождения. Он сказал, что да, обожаю этот аромат. Я купила. Вообще, я люблю покупать кому-то подарки. дарить подарки. У нас рядом с домом открыли такой классный базарчик. Базар под открытым небом. Только суббота и воскресенье. Назывался он ярмарка. Мы с мамой шли, там покупали фрукты, овощи за копейки. Сейчас его закрыли. После коронавируса сказали, типа, нельзя, ограничения, все дела. А сейчас на его месте открыли СТО. Прикиньте, вот за копейки покупали фрукты, приезжали туда дачники, продавали свои фрукты. И им выгодно и нам. А теперь этого нету, этой лафы. Свежие овощи были всегда там обалденные. С мамой ходили, вот с такими баулами возвращались. Автомастерская сейчас там. Я вас всех очень сильно люблю, обнимаю, желаю мира во всем мире. С вами была Айка. Пока.